salut à tous, je suis très content de vous voir mes chers dégustateurs. Давненько не виделись дегустаторы, всем привет! Ну и давно уже ко мне обратился подписчик с просьбой, предложением сделать обзор на достойный, по моему мнению, кальвадос. Ну, хозяин-барин, я, конечно, дико извиняюсь, запоздал примерно так на год с этим обзором, но, как говорят французы, mieux vautard que jamais, лучше поздно, чем никогда. Поэтому встраиваемся поудобнее, встречаем дорогого гостя. Булар-экс-оу. Прямиком из Франции, Нормандия, естественно, ибо это единственное место, откуда может происходить настоящий кальвадос. Давайте отложим пока трубу. Естественно, у нас присутствует апеллясион. Апеллясион кальвадос. Пей-дош-контроле. Что это означает? Субрегион пей-дош. Для обычного потребителя это означает, что в качестве сырья используются исключительно яблочки. Иногда допускается использование в мешке и груш, энное количество груш. Но этим славен регион, и это является прерогативой региона Донфанте. То есть видим пей-дош, понимаем, что тут у нас исключительно яблочки. Ну и напомню новичкам, вдруг, если вы не знали, кальвадос это по сути дистиллированный сидр. Вино. Точнее коньяк дистиллированное вино, виски дистиллированное пиво, а тут у нас сидр. Открываем. Сегодня минимум каких-то исторических экскурсов, лекций. Нарратив нашей сегодняшней дегустации исключительно живые эмоции и передача вкусовых ощущений. Вот такая классическая, по-нормански строгая емкость. Что у нас по регламенту? Категория EXO подразумевает наличие спиртов не моложе 6 лет. С этим у нас все нормально. Мы имеем от 8 до 15 лет. Купаж, так заявляет производитель. Ну и вперед, погнали. Выдержка, естественно, в лимузанских бочках дубовых. И сегодня я буду использовать два бокала на обычный снифтер. И да, не удержался, решил тут немножко добавить флера, щегольнуть, скажем так, и налить бокал для бренди. О нем чуть позже. Посмотрим, будет ли все видно. Да, должно быть все в кадр попадать. Традиционно его, конечно, гнали на классических аламбиках. Двойная дистилляция. Еще со времен Вильгельма, нормандского завоевателя. Шутка, конечно. Ну так, с 17 века это 100%. Но, дорогие мои друзья, особо не обольщайтесь. Большинство современных кальвадосов, конечно, гонятся на ректификационной, увы, колонне. И знатоки, и эксперты вам скажут, что ой, да разницы никакой на самом деле. Ничего подобного. Я разницу ощущаю айдану. Ну и у нас, посмотрите поближе, молодец производитель. Все данные сразу указал нам. Двойная дистилляция. Так что, ожидаем феерии вкуса ароматической. Поэтому, да, вы знаете, когда вот встречаю, ну не обзорщика, а просто мнение людей, что ой, да попробовал я ваш этот французский кальвадос. Или еще чаще можно услышать кальвадос, что очень режет слух. Не та обычная там сивушка. Я вам пошел, яблочек нарвал в саду у дяди Вани. И в гараже пустил. У меня не хуже ваш кальвадосы. И никакой сивушности, да. Такая вот барашка получается. Ребята, тут важно помнить один факт. Вот, в отличный пример от коньяков, вот кальвадос вески, они реально очень молодые и резковатые. То есть вес категория, это минимум 2 года выдержки. Он не успевает... Ну вообще, вообще, то есть эфиры, эстеры, всевозможные не успевают дать вот эту благородную ноту. То есть он реально резкий. И он используется... Он хорош в своей ипостаси, да. Он используется как топпинг для мороженого. Его используют в коктейлях. Ну и, конечно же, самый известный напиток, это кафе кальве. Ставший очень знаменитым после войны. То есть чашечка кофе, да. Немножечко кремовости у нас. И буквально чайную ложечку кальвадосика. Сверху кафе кальве. Сладость. Приятность. Конечно же, он был знаменит, кстати, среди рабочего класса, в принципе, в Нормандии. Поэтому употреблять чистым вес, ну, такое себе удовольствие. Вот, например, в ESOP, это, конечно же, уже более-менее приемлемо. Приемлемо, да, безусловно. Но все равно разница вот с коньяком заметна. Я могу назвать с десяток хороших коньяков в ESOP, которые ничем не хуже. Вот этих вот всем известных и якобы невероятных EXO-шек. Типа Hennessy EXO, да, Remy Martel и так далее. С кальвадосом все по-другому. Здесь EXO реально гораздо лучше младшего класса. Поверьте мне на слово. Ладно. У нас 40% алкоголя на борту. Естественно, он подкрашенный. Я обожаю вот эти вот пресс-релизы. После 15 лет, проведенных во французском дубе, он приобрел великолепный цвет. Золото, три девятки, проба, да. Ничего подобного. Это цвет, цвет карамельного красителя. Ну и 80% кальвадоса от как раз-таки компании дома Була, который известен еще с 19 века, уходит на импорт. О, точнее на экспорт, прошу прощения. Так, погнали. Аромат. Кальвадос, кальвадос. Пахнет лепестками роз. Нет, что-то такое, что-то такое цветочное пробивается. Ну, безусловно, вначале очень нежный, шелковистый, яркий, такой, знаете, кисло-сладкий яблочный аромат. За сладость у нас, я так полагаю, отвечают яблоки сорта. Rouge dure, это красное такое наливное, сладкое, сочное яблоко. Ну, а за кислинку, по-моему, они используют... Тоже забыл, а? Раньше-то все на зубок, как говорится. Saint-Martin, Saint-Martin кислинку дает. Ну, что, тут просто яблочный папури, тут шарлотка, тут кремовость. Чудесный яблочный джем. Детское яблочное пюре, именно джем. Печенье. И пробиваются жареные орешки, что-то такая ассоциация, знаете, с печеным яблоком. Туда бы добавили метка и жареный орех. Грецкий орех, я бы сказал, да. Ну, что и говорить, конечно же, никакой сивушности, никакого намека на резкость. Ну, об этом даже не стоит говорить. Можно поэкспериментировать, можно давать ему подышать. Ну, насчет воды тут уже сами выбирайте. Я бы не стал, конечно же. Нагревание, по-моему, особо бесполезно. Все-таки это не коньяк. Но, как вам заблагорассудиться? Вот серьезно. Все абсолютно индивидуально. И не забывайте, что не существует никаких норм, правил, этикета и так далее. Как вам угодно, как вам нравится. Как хотите. Помните, как в шутке про колхоз. Колхоз — это дело сугубо добровольное. Хотите — работайте. Не хотите — расстреляют. Чин-чин. В тот случай, когда палитра подстать ароматике яблока с корицей. Свежее, сочное яблоко вначале. Потом добавляются грецкие орешки. Медовость. Подсушил. Сухофрукты. Айва. Какая-то мимолетная кислинка пробежала. И в окончании накатывает сладость, древесность. Но древесность. И одна из моих самых любимых специй — это мускатный орех. Да. Это мой фаворит в мире специи. Мне тут один мой приятель сказал, что ты все вот эти мускатные орехи. Чувствую фруктовость, чувствую какая-то там пряность, но мускатный орех. Что ты там привираешь? Я говорю, а ты, дорогой мой друг, мускатный орех добавляешь? В пищу. Ты вообще используешь его в кулинарии? Нет. А ты вообще его знаком с этим ароматом? Нет. Говорит, ну а как же ты? Если ты не знаком с ароматикой, нет никаких шансов, что ты поймаешь ее в напитке. Будь то кальвадос, коньяк, виски, пиво, все что угодно. Ну и не удержался вот этот винтажный у нас бокал для бренди. Еще времен Югославии, друзья, да? То есть смотрю, миллениалы стали уже забывать югославского диктатора Брос Тито, Йосипота. Ну, он, кстати, был известным ценителем крепкого алкоголя, любителем и коллекционером виски. Ну и кальвадос тоже жаловал, надо признать. Так, губа не дура. О, нежнятинка. Давайте немножечко дадим ему еще тут постоять. Я докурю свою трубу. Кстати, сегодня у нас, естественно, шаком, французская трубочка. Ну что, друзья, кальвадос создан для облагораживания традиционных английских смесей. Он, мне кажется, с аусированными табаками он не очень подойдет. Вот здесь он именно облагораживает, гармонизирует, я бы сказал, палитру. Просто баунти, райское наслаждение. И даже что-то действительно такое, даже чуть кокосовое проступило. Но, безусловно, тут у нас на первых ролях, конечно же, яблочко во всех его ипостасях. Но он постоял, с другой стороны, надо признать, что он постоял, и добавились удивительные цветочные ароматы. Такие, знаете, райские сады с мирами, да ей-богу. Какая-то цветочная оранжерея. Ну и чуть-чуть яблочки все-таки раступились перед другими тонами и тонами. Добавилось пряностей. Ну и они заняли свою нишу. Добавилось, знаете, кремовости. Действительно, вот такая вот шарлотка. Ну что, очень хороший продукт. Да, вот сейчас пошла просто волна корицы. Булочки Синамо. Не дешевый продукт, сразу скажу, но выражаю свое сугубо личное мнение. Об этом меня, собственно, и просили, я его не навязываю никогда и никому. Он того стоит. Да, он того стоит. В Кольвадосе нет такого разнообразия в домах, в компаниях. Он не так раскручен, распиарен, как коньяк, естественно. Да даже арманьяк, я бы сказал. Так что, я думаю, если провести домашнюю работу, вы легко разберетесь. Ну, Булар, Пермелуар и прочие бренды, они на слуху, и они производят очень качественный продукт. Но, еще раз напомню, все-таки попробуйте чуть-чуть снизить ваши ожидания от Кольвадоса в Виеса. Все-таки два года для Кольвадоса, или как французы, естественно, называющие его Кальви. Кольвадоса-то слишком долго. Для Кальви два года это маловато. Виеска это все-таки такой продукт коктейльного типа. Что ж, спасибо, что были со мною до конца. Подписывайтесь на канал Дегустатора. И помните, лучшие дегустации у нас всегда впереди. Салют!